здравствуйте друзья добрый вечер у нас вечерний вопрос меня зовут владимир мне и жене по 30 лет живем в россии я инженер-проектировщик в нефтегазовой сфере с 7-летним стажем соответственно работаю в проектном институте занимаюсь разработкой проектной документации владею навыками черчения в нескольких кадр программах код стоит для компьютер эйдет дизайн да си си эйди кэд программах из-за смены работы несколько раз переучился и прочим прикладным данной деятельности программ обеспечения последние полгода всерьез задумались о переезде в сша возможно ли применить мои навыки проектирования или хотя бы черчения и как это сделать сша ввиду разницы между стандартами в нормативных и правовых актах в той сфере проектирования в которой я компетентен вероятно проще отказаться от этой затеи но хоть навык подчерчению куда-нибудь применить а ответить пожалуйста этот вид деятельности рассматриваю естественно и другие виды благодаря вам и вашему каналу тестирования программного обеспечения в первую очередь но хочется применить то что уже умею стоит ли цепляться за имеющийся опыт заранее благодарю за ответ я на самом деле хочу сказать что для меня ключевое в этом вопросе вот там историю всех разные но вот эта последняя фраза стоит ли цепляться за имеющийся опыт я название видео это поставлю это фундаментальнейший вопрос для иммигранта потенциального и реального и вот мы сейчас на эту тему поговорим давайте мы двинемся домой в направлении дома и будем разговаривать давайте друзья начнем вот с чего у человека у владимира хорошая профессия то есть ну сооружение которое проектирует в российской федерации ничего не не меньше если не больше проектируется и в соединенных штатах тоже не то чтобы это такая профессия дать который не знаешь как применить если такое вообще бывает ли такое очень даже бывает но действительно разные стандарты и как бы сказать может быть переучиваться надо и честно сказать как это переучиваются людям например вот в этой области я не знаю может быть есть какие-то курсы может или какой-то внутренний тренинг там его возьмут на работу и будут там переучивать или но думаю даже не знаю может но может быть какие-то программы есть там университетов в сети колледжи я не знаю вот хотя могли бы конечно вполне взять его на работу и там на месте подучить и он бы там с небольшой денежки рос бы до своего уровня адекватного его квалификации опыта и так далее то есть я вполне как бы могу себе представить его развитие именно в этой области проектировщика там сооружение нефтяного там хозяйства нефтегазово не знаю тонкости не не разбираем так вот дальше вопрос такой все-таки новый эмигрант он как-то должен выживать ну вот ну просто буквально там ну надо заработать на покушать и есть масса профессии но не масса но вот есть совершенно замечательные профессии которые дают скажем и деньги и социальные статусы но все что угодно дают но сразу нельзя вот например врач но вот как врачом да вот нужно время какое-то пока ты вот пройдешь то что нужно пройти чтобы стать американским врачом архитектор тоже нужно пройти какую-то близкая да смежная как бы профессия но вот архитектор тоже очень почтенно очень доходная профессия но над надо надо получить лицензию как-то вот пройти какой-то путь не знаю адвокат да вы можете приехать вот был адвокат там приехал сюда потихонечку стал американским адвокатом но это не произойдет за неделю и даже за год не произойдет поэтому люди у которых есть вот такой потенциал большой в той профессии которая них уже имеется они обычно перекладывают если если есть такая возможность перекладывают работу по первичному обеспечению переезда на вторую половинку и вторая половинка работает а первая половинка но может быть тоже какой-то доход имеет там не очень существенный может быть не тратя очень много времени на это имеет доход но все-таки в основном фокусируется на вот этом прорыве из того что я наблюдаю это как правило вот врачи это как бы типичная история один начин зарабатывает другой как может там прорывается и так далее я знал людей которые там за полтора-два года подтверждали все что нужно подтверждить и начинали практику медицинскую вот но знаю людей которые по три по 5 и по семь лет у них на это уходило так что зависит и от возраста и от специализации там и так далее что-то тут происходит и народ съезжает а вроде никто мне не мешает тут ехать правда это кому-то тикет выписали ладно едем не говори не вот а тут еще один вон справа значит если у людей есть как бы деньги но вдруг он приехал у него с собой там не знаю было двести тысяч там это одна история и он готов их потратить на то чтобы становиться на анги и тогда это как бы один такой путь но он достаточно редкий хотя бывает конечно если в москве квартиру продал там за 400 за 500 тысяч там за 700 и почему нет смотря какая у него была там и так далее да что касается использования существующих каких-то навыков в ситуации когда хочется но хоть что-то хоть что-то задействовать они просто так переучиваться это очень общее для иммигранта желание очень общее и это вот поголовно я иногда вот знаете помню в наше время когда толпа народу приезжала и ну люди думают ну вот что я могу делать вот что я могу нет но вот я могу например русский язык преподавать и вот люди которые почему-то они решили что они могут преподавать русский язык но просто по факту того что они типа носители почему они типа носители они они вообще носители потому что они могли при этом говорить с грубейшими ошибками с Каким-то, ну, так скажем, существенным акцентом. То есть это не был тот русский язык, на котором говорят дикторы центрального телевидения. Очень даже нет. То есть эти люди приезжали из каких-то мест, где какие-то акценты, где и гыкают, и тюкают, и по-всякому. И они считали, что они могут сейчас пойти русский язык преподавать, не имея, например, филологического образования. То есть человек ищет, за что зацепиться, вот эту соломинку схватиться за нее и вот как-то выплывать. Конечно, в этом смысле у нас везунчики. Это люди, которые там айтишных профессий, вроде так, ну, минимальная там подстройка, настройка, адаптация. Ну, конечно, язык желательно. Но их еще настолько не хватает, этих вот айтишников. Я помню время, вот в 90-е, когда человека брали вообще без английского, просто по факту того, что в компании есть там пара русских, с которыми он будет работать рядом. И они там, ну, они ему помогут, там переведут, если что. Вот я знал ребят, которым H1B вот так делали, понимаете. Вот он приезжал по гостевой, его там приятель приводил к себе в компанию, и ему давали визу H1B, а тогда это было быстро, не было проблем с квотой. И все это вот так раз, два, и там, бух, уже работает. И говорят, ну, ладно, он там за ним присмотрит. Вот так было. Люди других профессий не такие востребованные, как вот скажем, айтишники, им немножко сложнее. Либо он должен быть очень высокого уровня, с тем, чтобы как-то так уже пройти мимо толпы. Вот, либо, не знаю, переучиваются на... Переучиваются люди на самые разные профессии, и на медицинские, и на бухгалтерию, и на айтишные. Ну, кто как. Вот, трак-драйвером, там, я не знаю, парикмахером, ну, кто как. Косметичкой, как это называется правильно? Косметолог, это, наверное, что-то уже более серьезное. Ну, вот, которые работают в таких салонах. Значит, что еще сказать? Человек пытается зацепиться. Это может ему мешать, а может не очень мешать. Зависит от того, насколько он зацепился за это своим сознанием. Если идея завиральная, а он сильно зацепился, то бесполезные уговоры, бесполезные объяснения. Он как зомби смотрит мимо тебя. А, собственно, кто ты такой, чтобы ему вот... Ну, кто вот ему должен сказать, что у него получится или не получится? Я помню людей, между прочим, вот тогда, в начале 90-х, когда тяжелее было все это, намного. Вот приезжали люди, и смотришь, там, ну, там, полгода все работают. А этот вот он год, и вот уже вроде полтора. Ему, говорят, и уже смотрят на него, знаете, как говорят, ты шо, что его там... А он говорит, а я вот физик, говорит он. Ему говорят, ну, вот ты там был физик, а тут вот почему бы тебе не пойти, просто не поработать. А он еще на велкере сидит, так это, в общем. Ну, и он... А он уперся, он смотрит вот сквозь тебя. И вот, и вдруг раз его берут физиком, и сразу там на какие-то приличные деньги, там, типа, там, 1060. По тем временам это жуткие деньги были. И получается такая штука, те, кто за день до этого ему говорили, брось ты это дело, начни работать, ну, что-нибудь начни делать. Вот, они, получается, за день до этого были правы. А на следующий день после того, как он уфер получил, получается, что они козлы, а он прав. Ну, не козлы, ну, я не знаю, в общем, этих людей гнобили, знаете, им говорят, ты, да ты кто ты, да ты никто, да ты там был кто-то. А вот они так замыкались и перли. И были такие, что приходили в свою точку, а были такие, что нет. А были такие, кто с первого дня брался за любую работу. В такси, например. Сейчас эквивалентом этого была бы работа, там, на Убере или в лифте. Ну, насколько я знаю, Убер не берет людей, которых меньше года водительского стажа в США, а лифт, правда, берет, я не знаю тонкости. Это вот Хвастович, он там, все познал в этой области. Вот, поэтому, как сказать, палка о двух концах, понимаете? Но, если вы говорите, я проектировщик, не могу ли я хотя бы чертежником устроиться, тут опять начинается тонкость. Дело в том, что вот эти инструменты для автоматического, такого, автоматизированного черчения, они разные для разных случаев жизни. Например, есть там, скажем, кады для электрического черчения, для электрических схем. Есть такие же тулы для механического черчения. Есть такие же тулы для проектирования, наверное, там каких-нибудь сооружений. В частности, может быть, там есть какой-то пакет, который позволяет, там, библиотека какая-то, которая позволяет его адаптировать под проектирование там нефтяных каких-то сооружений. Я не знаю, ну, они разные. Поэтому, если человек работал с КАДом для проектирования нефтяных сооружений, это не значит, что он может, например, пойти чертежником туда, где люди занимаются, вот то, что называется, mechanical engineering, и делать механические какие-то чертежи, потому что это вообще не его область. Понимаете, он просто не может, я так понимаю, может его возьмут, конечно, но он не может. Это не его область, это не то, что он говорит, вот могу ли я это делать. Нет, ты и сейчас этого не можешь делать. Найдется ли работа такая по КАДу именно вот в этой узкой нише вот этих вот инструментов автоматизированного проектирования, Бог его знает. Поэтому, если вы спросите меня, значит, я бы сказал так. Если Владимир, наш вопрошающий человек, если Владимир страстно желает работать в области проектирования там сооружений и нефтяной индустрии, я бы ему сказал, давай, дерзай, разбирайся, как это все делается, и там тебе ветер в твои паруса, и пусть все случится. Если он говорит о такой мелкой штучке, как, например, черчение, я бы сказал, что что-то оно какое-то странное, вот это, ну, даже не знаю. Оно никуда не ведет, оно позволит, может быть, какое-то время там продержаться, ну, ну, не знаю. У нас есть знакомая женщина, она работала, она была архитектором в Москве, потом она была архитектором в Израиле, потом она приехала сюда. И, ну, вот лицензии архитекторской у нее не было, но она работала у архитектора. И, в частности, вот она вот на архитектурном КАДе, замечательно там работала чертежником, и ей платили что-нибудь так, там, 32 доллара, 34 доллара, вот такого плана. И она себя нормально чувствовала, ну, ей нравилось это, она любила свою работу и так далее. Потом была вот последняя рецессия, ну, сколько там лет назад, и ее уволили, а через две недели ей говорят, давай мы тебя обратно возьмем, но платить тебе будем 18 долларов в час. А у людей моргиджи, у людей всякие обстоятельства там и так далее. Ну, и поскольку ей в связи с сокращением платили пособие по безработице, плюс ей оплачивали обучение, она пришла к нам учиться. А так она, ну, в общем, такого возраста была, не знаю, лет 45, может. Вот, она пришла к нам учиться и выучилась, и работу получила, и проработала, ну, наверное, года 3-4 даже, я не знаю, года 3-4 проработала тестером. Она не получала много денег, но она уже и была к этому моменту к полтинничку, там что-то такое. Потом ее позвали снова, я даже не знаю, в ту контору или в другую контору, но вот она снова пошла чертежником в архитектурное дело, а у нее привязанность сильная, понимаете? Она хоть и чертежником там работала, но все-таки в архитектуре. И вот, и она бросила к ее и ушла. Ее не сократили, ее не выгнали. Она проработала 4 года, но у нее, понимаете, у нее вот, ну, перло вот в ту сторону, и она вернулась туда. Хотя, может быть, по деньгам бы ей лучше было оставаться. Не знаю, не знаю, что сказать. Не знаю, что сказать. Когда люди в какой-то профессии достигли уровня определенного, им очень тяжело уйти из профессии. Но точно так же им тяжело в своей профессии находиться на каком-то низовом уровне. Им проще бывает, например, переквалифицироваться в другую профессию, начать с нуля в другой профессии, чем в своей опуститься на несколько уровней. Вот у нас таких, ну, постоянно есть поток людей из биологии, микробиологии. Я как-то их в одну группу всех. Микробиология, фармацевтия, биохимия. Врачи тоже, в общем-то. Ну, и они там уже PHD свои имеют. Смотришь, там 35 лет, у нее там PHD, а она там 45 тысяч получает. По специальности, ну, 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 невозможно. И в конце концов, какая-то пружина лопается, и они уходят в другую область. Потому что в своей находиться на таком уровне, они обидно. Вот. Так что проблема серьезная. На самом деле вопрос очень глубокий и очень серьезный. Я хочу поблагодарить Владимира, потому что это очень многим будет полезно задуматься на эту тему. Вопрос классный, конечно. И мы все, ой, господи, как мы со Светланой, вы не представляете, как мы цеплялись за то, что мы когда-то чего-то знали. Это отдельно можно какой-то рассказ. Вот у меня в книжке, в принципе, написано там, если кто-то читал или захочет почитать. Я описываю, как трудно ей было. Вот Свете, и мне тоже, но... А у нее этот PHD, у Светланы, по образованию, и она в резюме пишет. Ее никто не зовет на те позиции, на которые она подавала, никто не зовет. Убрали PHD, начинают звать. Она приходит на интервью и там, между делом, в разговоре вставляет. Ее не берут. Это же прошло пару лет, пока уже как-то жизнь показала, что к чему. Она уже больше бакалавра не писала, она мастера не писала. Она писала бакалавр, потому что ей работа нужна, а не это самое. Но трудно от себя оторвать, понимаешь, когда это часть тебя. Поэтому, давай тебя пропущу, тут машинка идет за мной, а пусть проедет. Вот, и трудно. И надо, особенно, когда ты должен решить, как жить, и надо как-то выживать, и средств нету. Тем более, вот, ребята пишут, что они хотят эмигрировать, а у них же нет грин-карты. У них нет статуса беженцев. У них еще пока ничего нет. Вот они приехали, им надо полгода, там, допустим, они на политику подадут, им надо полгода, там, может быть, 7 месяцев. Вообще как-то жить непонятно как. Ну, то есть, как, вот, нелегальными какими-то работами, там, подработками. Это все тяжело. Но если мы смотрим на какую-то более долгосрочную перспективу, да, то надо себе сказать, я пробиваюсь своей профессией, или я кардинально меняю профессию. Если вы кардинально меняете, начните сейчас. Сейчас начните. Вот, и чтобы когда уже приехали, чтобы у вас какие-то такие навыки там были, или к моменту получения разрешения на работу. Смотрите, кто-то идет трак водить, и абсолютно доволен и счастлив, и вот такая мужская работа, так вот, мужик сел, поехал там. Классные ребята, я смотрю, блогеры есть, которые траки водят, глаз радуется. Знаете, обалденные ребята, какая энергетика у них потрясающая. Все такое. Есть люди, которые вот так реализуются, и замечательно. Вот. А есть люди такие более офисные, лабораторные, так можно сказать. Поэтому у меня нет как бы готового ответа. Я рассмотрел с разных сторон, и если вот от меня хотели получить ответ, делай так или там делай сяк, у меня такого нет. Потому что я не знаю там тонкостей, и я не знаю, насколько привязан человек к своей профессии. Если он не привязан, а просто пытается подцепить из нее что-то на ходу между делом, не надо цепляться. Сразу двигай в новую индустрию, и сразу, это самое, вот начиная с сегодняшнего дня, готовься. Изучай там, не знаю, хочешь тестером, пожалуйста, изучай языки программирования, изучай тестирование, какие-то проектики бери там, за деньги бесплатно там, и понеслось. Вот, собственно, и все. Хотя, конечно, я всегда говорю одно и то же, но сегодня я не упоминал, но весь наш разговор имеет смысл только в контексте того, что человек все-таки приехал в США и легализовался, и он должен ответить себе на вопрос, как он легализуется, как приедет. Это, как бы, вопрос несложный, относительно несложный, но как легализуется. Вот, как бы, и вот с этого все начинается. Так что я желаю Владимиру и его супруге успехов, вот, и что все у них получилось. Ну и, соответственно, отправляюсь домой. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!